Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас такая спорная тема. Я буду говорить сегодня про худшие краски для волос. По моему мнению, я его буду говорить аргументированно. Это я взяла, будем говорить, не с единоразового использования, это взято из моей практики. Практики как колориста, как мастера по волосам. Поэтому первая краска для волос это антоцианин. Я не встречала ничего хуже, чем эта краска в принципе. Начнем с того, что здесь очень тяжелая замороченная система нанесения. Сначала ты наносишь краску, потом ты одеваешь пакетик, потом ты этот пакетик прогреваешь, потом волосы остывают, потом ты идешь смываешь это все холодной водой. Такая замороченная система нанесения в результате якобы гарантирует эффект ламинирования, но по факту эффекта ламинирования, оно даже не снилось. Может быть у кого-то этот эффект ламинирования есть, но это опять же девчонки с красивыми, здоровыми волосами. Что касается самого в принципе антоцианина, как бренда, то для меня это сплошное разочарование. Ко мне очень часто приходят девчонки после антоцианина, после ярких окрашиваний. И я думаю, что те, кто с ней работал, знают насчет этих свойств. Вся проблема антоцианина в том, что он потом не смывается в принципе. Если же мы говорим про яркие, красные, бирюзовые, синие оттенки, то они не смываются ничем и никогда в принципе. Либо отрезать это все, либо закрашивать в более темный оттенок. Что тоже нужно уметь, поскольку антоцианин даже на темных оттенках, он бывает потом проявляется и получается просто какая-то кисемесия. Это отвратительно. Его никак, ничем не уберешь, потому что волосы просто плавятся. Цвет, оттенок на волосах у клиента, он становится все более и более интенсивным. И у меня недавно была одна клиентка, которая по незнанию окрасит ленту цианином в розово-лиловых тонах. Всю голову, там огромные длинные волосы, блонд. И потом она к четырем мастерам ходила для того, чтобы ее вывели. Ее все пытались осветлить. И в общем говоря, представьте, такая ситуация. Тут отросший корень, тут блонд. А здесь вот так вот по всей голове ярко-розовая полоска, которая ничем и никак не осветляется. Длина уже полностью, ну, как бы в таком убитом состоянии находится, да. И эта длина, опять же, она с легким розовым оттенком. Безусловно, мы... Я ее отговорила осветляться, потому что я честно сказала, что я даже за это не возьмусь дело, потому что антоценин, он уже в принципе не осветляется. И то, что ей сделали, ну, как бы эту полоску, все мастера ее пытались осветлить. И как бы с этой розовой полоской по всей голове таки отпускали. Я, честно сказала, предложила вариант сделать балаяж, то есть постельные растянуть темный оттенок. Здесь блонд мы цвета скорректировали, и получился достаточно красивый вариант окрашивания. Но если же мы говорим про, в принципе, про антоценин как краску, то очень многие мастера предупреждают честно клиенток о том, что эта вещь, она уже потом не смывается. Смываются вот эти вот оттенки, типа вот как у меня, держу, дип грей, да, темно-серый, холодные, да, вот эти сероватые оттенки, они с волос улетучиваются. Если же мы говорим про оттенки волос яркие, да, креативные, розовые, красные, в общем, синий, зеленый, то они, к сожалению, не смываются никак и ничем. Если же антоценин делается на натуральные волосы, да, то есть без предварительного осветления, то этот оттенок с натуральных волос вы никак и ничем не выведите. То есть осветляйте, не осветляйте, он там просто намертво застревает в ваших волосах, и всё, и никак уже потом с ним ничего не сделать. Даже если делать кислотную смывку, осветление, блонд мытью, ничего не помогает, оттенок становится только интенсивным, только ярче, и очень многие клиенток после антоценина бывает очень сильно раздражённая голова, очень многих бывает аллергия, потому что по факту, ну, у меня такая англоверсия, да, то есть у меня здесь есть инструкция на английском языке, но очень многие бывают, что антоценин разъедает даже перчатки, что же говорить про кожу головы, поэтому я вообще крайне не рекомендую, я с антоценином, точнее, с его последствиями я сталкиваюсь. Когда-то в далёком году я покупала антоценин для трендового окрашивания в серый оттенок, но сейчас уже я, например, не использую его, просто у меня вот здесь вот целая туба стоит, здесь достаточно большая упаковка, 230 грамм, но вот она у меня, половинка упаковки, у меня здесь есть этого оттенка, я его никак не использую, просто жалко потраченных денег. Также ещё из минусов антоценина, это то, что у него замороченное нанесение, это, ну, будем говорить, в салонных условиях достаточно тяжело работать в таком темпе, в котором требуют технологии антоценина, это первый момент. Второй момент, это то, что в антоценине есть свойство, да, что цвет с первого раза, особенно холодные оттенки, они ложатся пятнами, это некрасиво, нормальный краситель не должен ложиться пятнами, даже если база неровная, он не должен. Антоценин же, если где-то неровно распределить, то он просядет, провалится, и ничего, ну, как бы, хорошего не будет из-за этого. Поэтому я очень всех отговариваю всегда от антоценина, сейчас такое количество классных красителей прямых, прямые есть красители, да, прямого действия, есть очень много именно красителей с окислителем, есть серые и малиновые оттенки, но их можно смыть с антоценина, вам потом просто под ноль придется срезать вашу всю эту красоту. И меня недавно вообще поразил пост девочки на рекоменде, она красила синий антоценин, потом захотела его вывести, волосы плавились, плавились, ничего не вышло, ей пришлось просто подстричься под ноль, благо она не формалка и может себе это позволить. Поэтому для меня антоценин это вообще в топе самых отстойных красок, и когда я слышу, что кто-то работает на антоценин и безумно этим гордится, то я вообще не понимаю, чем тут гордиться, тем, что клиенты потом не смогут ничем краситься, кроме антоценина, либо им только в брюнетах потом закрашиваться, но здесь такое достаточно сомнительное счастье. Ещё могу подсказать лайфхак для мастеров, если у вас пришла девочка после антоценина, единственная краска, которая его перекрывает, это Матрикс натуральный ряд, вот серьёзно перекрывает в идеальную брюнетку, и это вот как бы лайфхак для тех мастеров, которые работают, также сталкиваются с последствием антоценина, потому что ни стель, ни формавита, ни такие другие бренды, да, сладенькие, они в жизни вам не перекроют вот эту вот вещь. А Матрикс настолько пигментированная краска, что вот оттенки вот 4M, 5M, то круто перекроют, поэтому берите себе это на заметку. Следующий краситель, про который мы поговорим, это X-Tro от Estelle, это пигменты прямого действия, они уже достаточно давно есть, и как только в Estelle они вышли, то я в целом очень сильно обрадовалась, потому что мне казалось это очень актуальным, и вот эти все креативные окрашивания появилась возможность делать, то есть это оно как бы очень круто, вот у меня до сих пор вот для девчонок, которые носят креативные окрашивания, есть свежие тюбики, но могу сказать такой момент, что опять же такая же стаса, как с Санта-Санином, как с другими прямыми пигментами, оттенок бирюза, он не вымывается. В принципе, он становится через несколько, через месяц, через полтора, он становится блонно-зеленого цвета, и он ничем вообще не смывается, не осветлением, ну да, осветлением он немножечко смывается, но опять же бирюза на блонде, она остается, то есть в ноль он с осветленной базой не вымывается, соответственно, у меня была клиентка, которому долго красились сначала фиолетовый, потом вот бирюзовый, когда бирюзовый вымылся в зелень, то ей пришлось как бы эту часть волос, там где была омбре, да, пришлось сделать покороче, поэтому я очень вам настоятельно не рекомендую, вот если вы просто только экспериментируете, да, я вам настоятельно не рекомендую это делать, потому что, ну как бы, только обдуманное решение должно вас привести к тому, чтобы вы пользовались такими вот вещами, как вот экстро, антоцианин и так далее, что касается оттенка желтой, то могу рекомендовать, классно смывается, не оставляя после себя следа на блонде, мне он очень понравился, если же мы говорим про синий, синий также смывается без проблем, с осветленной базой, да, ну конечно он немножечко зеленит, немножечко, но он не так зеленит, как вот эта вот отвратительная береза, всегда клиенток предупреждают, что когда мы красимся в такое, то нужно будет потом что-то перекрашиваться, ну я имею ввиду, что блонду потом после этого не будет, поэтому это очень важный момент, также еще у меня был опыт с экстро розовым, это вообще просто какой-то брак, пришла ко мне клиентка, делала она красивый розовый оттенок, а-ля розовое золото, экстро можно развести с бальзамом, для того, чтобы он стал менее интенсивным, да, чтобы оттенок легкополупрозрачным, в общем, розовый экстро, он выглядит как яркий розовый маркер, когда я уже это развела с водичкой, то сам этот прямой пигмент, да, он взялся слишком, ну, такими кусочками, в общем говоря, на волосах потом, ну, я не могу сказать, что это было красивое окрашивание, оно легло очень некрасиво, очень, ну, просто никак, как был он ядреным, так он и остался, то есть интенсивность такого постельного оттенка розового, я так и не получила, я просто получила такой же ядреный, просто еще разбавленный водичкой, но минус розового оттенка в том, что он иногда может смываться в какие-то неожиданные оттенки, но, слава богу, в моей клинке все ушло нормально, равномерно, вот мы потом уже переделали это на нормальный розовый тон, но это просто такой вот опыт, и я никому не рекомендую, вот розовый, также фиолетовый экстро, фиолетовый экстро вымывается в зеленый, я сразу всех вообще знакомых предупреждаю, потому что это просто катастрофа, потом этот зеленый ничем не нейтрализуете, ничем не выведете, потому что это такая, знаете, зелень, как трава зеленая, ну, вообще не рекомендую, поэтому для кого подходит экстро, экстро подходит для тех, кто твердо решил краситься, например, в какой-то цвет, а либо хочет попробовать какие-то пряди, но вы должны предупредить, вот с бирюзой и синим оттенком, советую быть осторожными. Следующий креативный оттенок, который я покупала, у меня, к сожалению, не осталась оригинальная упаковочка, но, в общем говоря, это капус крем-краска для волос фуксия, это якобы такая яркая их линейка, то есть действительно фуксия получается шикарная, когда выдавливаешь уже в мисочке, видно, да, какой будет оттенок, минус капуса в том, что этот оттенок смывается просто за один раз, я пробовала этот оттенок на нескольких клиентках, он смывается просто за один раз, это просто какое-то расстройство, и такой красивый, яркий оттенок, действительно крутая фуксия, но смывается он очень быстро, поэтому для меня, ну, как бы для меня это абсолютно непонятно, даже основная палитра эстель, какие-то яркие красные оттенки, розовые в эстель, да, в основной палитре, он шикарный просто, меня так расстроил капус, что он так быстро смывается, поэтому вот, как бы так, я решила предупредить, потому что розовый достаточно популярный оттенок, поэтому для меня это худшая краска для волос, именно розовый оттенок насчёт основной палитры не знаю но то, что розовый смывается за один раз, это факт следующая краска для волос, которую я хочу с вами поделиться, которая вышла в рейтинг худших, крем-краска для волос Vogue, производится в Швейцарии на секундочку, стоила она немножечко дороже, чем у стель, встречаю я её в Киеве не час случайно купила в поисках красителя у меня был оттенок 861 но могу сказать, что пигментация у краски просто никакущая она просто такая полупрозрачная как будто бы её разбавили просто на заводе водой, эту воду сюда запечатали она никакая, пигментация просто нулевая, нейтрализация практически отсутствует никакого оттенка особо она не даёт, в общем знаете, как и стель, только в 10 раз хуже добавили, поэтому я даже не знаю, что что сказать про эту краску потому что здесь написано, что на одной стороне написано, что сделано в Швейцарии на другой стороне написано сделано в Германии но достаточно сомнительный бренд в профессиональных магазинах, серьёзных у нас он не продаётся я просто расстроена, деньги на ветер дальше расскажу вам про оцветляющую серию бренда Матрикс при том, что у меня с Матрикс давняя и очень прочная любовь оцветляющая серия мне не нравится потому что поднимает у нас недостаточно хорошо нет, поднимает она неплохо но в суперблондах должна быть хотя бы частичная нейтрализация жёлтого фона осветления здесь она практически отсутствует единственное, что неплохо работает это оттенок НВ плюс и оттенок, по-моему, ВВ вместе неплохое сочетание но, опять же, оно классно тянет с восьмой натуральной базы если у вас седьмая натуральная база то вы будете жёлтые просто как цыплёнок потому что мне нравится достаточно Матрикс но эта краска, к сожалению не завоевала ни моего доверия ни уважения поэтому я люблю использовать суперблонды других фирм других брендов одно из моих последних таких вот разочарований да, это краска Mojurail High Lift я снимала видео да, я показала свою результат с суперблондом да, и ну, я брала оттенки H и V, да фиолет, но будем говорить даже частично нейтрализация эти оттенки не выполнили я брала девятипроцентный окислитель с моей седьмой натуральной базой и вот я знаю, что с High Lift и от Лориаль всегда нужно брать двенадцатипроцентный оксид я не была довольна тем что на вот этой зоне перехода да, вот я недавно красила суперблондом то есть, ну, у меня вот чистый красивый оттенок хотя бы здесь же ну, вот как бы был ярко-желтый корень дальше пепельная граница и дальше светлая полоса то есть, меня вот этого не устраивало что у меня вот эти вот серая какая-то полоска была это вот воротительное очень красиво смотрится поэтому я сейчас перешла уже на суперблонд другого бренда это у меня вот здесь вот осталась эта красочка в целом, ну я не очень не очень честно вам скажу довольна ей по качеству Клориаль, как всегда претензий нет качество очень хорошее я довольна тем, как работают суперблонды всем спасибо за просмотр повторяющиеся это просто мое мнение я не хотела как-то вот оскорбить вполне возможно что вам эта краска нравится вам она подходит если вы со мной не согласны пишите в комментариях что, как, почему расскажите что вам не нравятся какие краски что было вам самым ужасным опытом закрашивания буду рада ответить пообщаться всем пока